МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня Дмитрий Медведев поручил не сбавлять темп исполнения указов президента, принятых год назад, сразу после инаугурации главы государства. В них были обозначены основные направления социально-экономического развития страны на ближайшее время. По словам премьера, контроль над тем, как реализуются эти положения, должен быть максимально жестким. На сегодняшнем совещании правительство отчиталось об исполнении более 70% поручений, срок по которым был установлен на прошлый и нынешний год. Мы рождены, чтоб статус сделать пылью, преодолеть пространство и пространство... Выступления членов правительства в целом звучали оптимистично. Вице-премьер Владислав Сурков отметил, что поручения главы государства выполнены на 70%, но признал и справедливость критики. А красили? Кому нужна такая краска? Где деньги, Зин? Эти вопросы адресовались и вице-премьеру Владиславу Суркову, а возможно и ему в первую очередь, потому что он руководитель аппарата правительства и сопредседатель президентской комиссии. Это все у меня тоже есть, но повторять это глупо. Зашел третий взгляд, промзает каждый атом... Итак, сегодня президент освободил от должности вице-премьера Владислава Суркова с формулировкой по собственному желанию. Своё решение Сурков никак не комментирует, а пресс-секретарь президента заявил, что отставка связана со вчерашней критикой Путина. Владислав Сурков в должности главы аппарата правительства отвечал за реализацию майских указов. Многие тут же обратили внимание на эти слова и ждали развития ситуации. Президент жестко критиковал правительство за медлительность и неэффективность при исполнении его указов, изданных ровно год назад. Реализована только половина его поручений. Как сообщает пресс-служба президента, Сурков отправлен в отставку по собственному желанию. Заявление он написал после вчерашнего совещания у Путина, посвященного реализации программных указов, подписанных в мае прошлого года. В свою очередь пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщила, что заявление по собственному желанию Сурков написал ещё 26 апреля, и Дмитрий Медведев был в курсе этого решения. Слышу! Слышу! Субтитры создавал DimaTorzok